На 49-м километре трассы Никола-Павловская-Петрокаменская-Алапаевск, что под нижним городом трудовой доблести Тагилам, в седьмом часу вечера приключился равный, но при этом смертельный бой с участием многодетной семьи, которая в замесе невиновна. Ну так в ней никто и не погиб. Декорация такая. Со стороны Алапаевска в направлении села Петрокаменского, что звучит как Масломасленского, ибо из Евангелия известно, что Петр это и есть камень. Но сейчас не об этом. Катилась черная Toyota Corolla 2012 года выпуска, пилотируемая 21-летней барышней, со стажем руления 2,5 года и шестью нарушениями ПДД в активе. Рядом с ней, на месте смертника, влево рульной Короле, ехала 35-летняя пассажирка. В километрах в десяти от Петрокаменского молодая авто Неофитка не справилась со скоростью, зимней трассой и рулем, Toyota занесло, Юзом выплюнуло на чужую, и она правым бортом влетела в нос первого встречного Ниссана Кышкая, в котором домой возвращалась многодетная семья. За рулем 41-летний папка, со стажем руления 14 лет и нулем в графе НПДД, и с ним 32-летняя мама и трое детишек, 13, 8 и 6 лет от роду. При ударе в правый бок в Короле надулись от важности кислородные подушки безопасности, но это не спасло пассажирку на месте смертника, которая, по сути, приняла огонь на себя. Доверилась молодой малоопытной пилотке и погибла, в общем-то, на ровном месте. В 18.15 на автодороге Никола Павловского-Пайск на 49-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что девушка 2003 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь со стороны города Азбет, в сторону поселка Петрокаминск, не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства, столкновение со встречным автомобилем Nissan Qashqai. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Toyota Corolla, женщина 1989 года рождения, В чисто японской авторазборочке участвовали 7 человек. Один погиб, все остальные шестеро покалечились в разной степени и разъехались по больницам Нижнего Тагила. Уцелеть не удалось никому. Всех взрослых на каретах увезли в Демидовскую клинику, детей в детскую горбольницу. Насколько тяжко пострадали ребятки, не сообщается. Но в областном Минздраве сказали, что для оказания помощи детям на место ДТП выезжала профильная реанимационная бригада Центра медицины катастроф. Кроме того, гаишники уточнили, что все несовершеннолетние перевозились в четком соответствии с ПДД, с ремнями и креслами, так что это их спасло от тяжких увечий. Хотя вот приезд реанимации ЦМК, конечно, настораживает. О травмах корловодки виновницы замеса не сообщается. А вот насчет родителей покалеченных детей портал Е1 нарыл информацию. По словам знакомой этой семьи, 41-летний пилот Ниссана повредил легкое и попал в реанимацию, где ему порванный орган зашили. Он в тяжелом состоянии, дышать без маски не может. Ну, видимо, речь идет об аппарате ИВЛ. Его жена находится в нейрохирургии. О тяжести ее состояния не сообщается. Но вообще-то все, что связано с нейро, это еще опаснее, чем сломанные кости и порванные органы. Уважаемый автовладелец, соблюдайте правила дорожного движения. Продолжение следует...